Всем здравствуйте! Иван Соловьев. Уведомляю, что сегодня состоялось заседание Кассационного суда 8-го в городе Кемерово, которое проходило в видеоконференц-связи в формате с Красноярским кривым судом. По нашей кассационной жалобе на указ губернатора Красноярского края о полной всеобщей запрете всех публичных мероприятий, включая одиночные пикеты, вполне ожидаемо, что она стала без удовлетворения. В наших сибирских городах и дальневосточных есть некоторые очаги такой более-менее свободы, Новосибирск, где-то в Приморье, где разрешают пикеты, какие-то митинги, и по крайней мере не разгоняют. Но Кемерово точно не тот регион. По итогу заседание прошло быстро, я озвучил какие-то позиции. Представитель губернатора Роспотребнадзора просто сказали, что мы поддерживаем требования, изложенные письменно. Кроме того, прокурор, он присутствовал в Кемерово, все поддержал. То есть ни ходатайств даже каких-то не запросили, кроме отвода судей, ни реплики, ничего. То есть, соответственно, решение, это может быть обжаловано, Верховный суд в коллегию, это, как я понимаю, будет четвертая инстанция по делам АКАС, Верховный суд, после которой можно уже в Европейский суд по правам человека обращаться. То есть я привел дополнительные доводы, что с момента вынесения решения, которое было еще в марте первой инстанции. Люди стали прививать антитела, вакцины. Лозунг о том, что для тех, кто с антителами, с вакцинами, с кодами, все можно, разрешали, запрещали. Какие-то массовые переприятия, футбол, сауны, бассейны, отдыхи, корпоративы. Но по пикетам, по митингам с октября 2020 года не было никаких изменений. И никаким равнозначным нельзя обосновать, что это цель защиты здоровья и жизни граждан. Нет, это просто цель убрать дороги каких-либо недовольных людей, лишить их возможности выжить свое мирное согласованное мнение, протест, будь то чистое небо, экология, социальные выплаты, там, рост тарифов ЖКХ, угроза, там, бродячих собак, иные мирные цели. Нет, если ты, мы ничего не согласуем, если ты вышел экстремист, список экстремистов, рост финмониторинга, а потом все наши органы борются с такими экстремистами. А с борьбой с такими мирными гражданами можно просмотреть реальных радикалов, террористов, пример Казахстан тому, когда вышли вроде часть мирных людей, а там кто-то с автоматами, с ножами под шумок выскочил. А такие люди, они не подают уведомления, в принципе, ни на какие мероприятия, пикеты, их суды не полят. И занимаясь такими мирными, можно это проморгать. Ну что же, получим на руки решение, будем смотреть, вероятно, будет обжаловано Верховный суд. Честно, тут на успех не рассчитывали. Всем спасибо, до свидания.